Совместное заседание по изучению опыта Норвегии проходит уже в третий раз. Поводом для нынешней встречи стало предстоящее утверждение обновленного закона полезных ископаемых и желание президента Монголии узнать мнение жителей страны о развитии одного из важнейших направлений экономики. Как нам сказали, норвежские компании платят налог с прибыли в размере 78%. Мы обсуждаем, как справедливо распределять прибыль, чтобы жителям страны жилось лучше. Уже выслушали много мнений. Опыт Норвегии должен дать нам хорошую подсказку. Для Норвегии важна добыча природного газа и нефти, поэтому в утверждении закона о нефти участвовали представители всех партий. По словам участников встречи, стратегический документ они принимали на десятилетие. А кроме этого ввели мониторинг и строгое наказание за дачу взятки в нефтеперерабатывающих и горнорудных компаниях. В Норвегии нефтяная отрасль занимает важное место в экономике страны. Мы с осторожностью запустили это направление в рыночную экономику. Чтобы не повысить экономическую инфляцию и не спровоцировать рост цен, мы выпускали денежный поток медленно. Считаем, что это было правильной политикой. В Монголии я не советую раздавать акции. Если жители страны получат ценные бумаги, это может привести к неустойчивости экономики. Мы используем только 4% прибыли и думаем всегда, как дальше эти 4% прибыли приумножить. На прибыль, которую Норвегия получила от горнорудного дела, были приобретены акции известных компаний, таких как Apple, Samsung. Сегодня уже они работают во благоэкономике северной страны. Правительство Норвегии придерживается политики, что раздавать акции неправильно. Прибыль от горнорудной отрасли надо использовать для развития своей экономики. Долгар Сурен Нембояр, Аист, Монголия.